Светов, как всегда, по пятницам. Я хочу вас в самом начале поздравить все-таки с этими праздниками, которые у нас наступают. Это привычный для нас праздник Нового года, Рождества, праздников всевозможных. Что хотелось бы пожелать? Я бы хотел вам пожелать, чтобы Бог не проверял вас на веру. И чтобы уберег вас от любого зла и происшествий, которые могут упасть на вашу голову. Пусть этого с вами никогда не происходит. Пусть вас не проверяют на веру и пусть вам не приходят никакие плохие моменты в вашей жизни. Вообще, я считаю, что семья это такая особенная ячейка. И вообще, я считаю, что семейственность это особенная ячейка, условно похожая на дерево. Об этом говорится во всех эзотерических текстах. Где бы вы ни читали и как бы вы ни относились к этому, в большинстве своем случае, если есть понимание людей, которые живут, то всегда есть люди, которые были в прошлом. Это наши предки и будут, скорее всего, в будущем, кто будет являться нашими потомками. Есть даже некое понимание такое, которое называется дерево рода. Что необходимо дереву, скажите мне, объясняю. Весь мир это большая батарейка. На самом деле, солнце светит на этот мир. Эта большая батарейка заряжается. После этого все это происходит. То есть, мы такие себе люди солнца. Солнце светит на дерево. Дерево питается почвой. Плюс происходит еще поливание дождями. Это такое благословение и так далее. Мы же в своей жизни обычно думаем, почему у нашего дерева не получается развитие, почему наши семьи не могут развиваться хорошо, с чем это связано и так далее. Но первое, это, скорее всего, связано с тем, что солнце – это тепло и радость. То есть, человек, который представляет семью, он должен испытывать, как бы получать солнечные лучи. Какие это солнечные лучи? Это солнечные лучи радости, солнечные лучи света, солнечные лучи счастья. Как и от чего получать? Это выбор человека. Почему я считаю, что это выбор человека, скажете вы? Как это я могу что-либо получать в случае, если я, допустим, все время злюсь? Если у меня большое количество проблем, денежных проблем и так далее. И вы не правы. Проблемы они всегда есть и будут. Помните фильм «Богатые тоже плачут». Но есть такой нюанс, который заключается в том, что человек сам может себя настраивать. У нас существует элемент, который называется самонастраивание и самонастройка. Где он находится, как им пользоваться? Каждый раз, когда вы, допустим, живете или ложитесь спать, или просыпаетесь, то ваше сознание, оно может настраиваться. Как правило, человек начинает о чем-то думать. В тот момент, когда он проснулся, или в тот момент, когда ни о чем не думает, в этот момент у него появляются мысли. Вы должны больше мысли настраивать на радость. Каким образом это делается, объясняю. То есть человек, допустим, ложится спать, и перед сном он может настроиться на какие-нибудь проблемы и начать себе проговаривать, что вот как люди обычно обижаются друг на друга. У меня была такая история, приехала там, мама долго ждала. После этого, когда приехал, мама расстроилась. Она начала предъявлять какие-то, вернее, не предъявлять претензии, а говорить о том, что она вот расстроена из-за того-то, из-за того-то, и так-то, так-то. Ну а по-другому, можно было бы радоваться, что близкие приехали, но она начинает злиться из-за того, что приехали, хоть она их и ждала много лет и так далее. Почему так происходит с мамой? Очень часто человек сам добровольно выбирает себе, на кого он хочет обижаться. Это качество характера. Кому он имеет претензию, это тоже качество характера. А можно ведь по-другому. Можно ведь по-другому. И когда человек просыпается, он может начать с того, что чем мне зарабатывать, как мне жить и так далее. Но солнца он не видит, потому что это все туман, который застелил деревья. А что нужно делать? Нужно начать с того, что вам уже дано. Что же вам дано? Наслаждение жизнью. Каким образом его получать? Садитесь и делайте так. Ой, как приятно. Ой, как приятно. Ой, до чего же хорошо. Потом обращайте внимание на близких и говорите. Ой, такая хорошая. Такой хороший. И спит или не спит. И я помогу. И вот это сделаю. И вот это. И отгоняйте все плохое. Но бывает так, что все плохое может находиться в самом сердце. Имея определенные формы. Допустим, формы неорганические. Так обычно бывает, что у человека есть подселение. Или у человека есть какое-то загнобление. Или какой-то бес, который находится у него. Прямо в самом сердце. Прямо в самой груди. Как правило, это в груди находится. Очень несложно с этим справиться. Знаете, давайте я вас научу. Каким образом справиться. Вот когда человек проснулся. Или когда человек живет. У него может появляться ощущение такое. Как будто, несмотря ни на что, он все время грустный. Несмотря ни на что, ему все время печально. Несмотря ни на что, ему плохо. Несмотря ни на что, что-то с ним не так. И вот он говорит, надо же. Все вокруг смеются, а мне плохо. Всем вокруг хорошо, а мне нехорошо. Что же со мной такое происходит? Если в этот момент сосредоточиться на тех чувствах, которые вы испытываете. То вполне физически мы можем ощутить на уровне ощущений своего тела в центре вашей груди. Или в животе, или где-либо. Но, как правило, это в центре груди. Неприятное ощущение. Оно достаточно сформировано. Это ощущение. Я это ощущение называю сосулькой. Обычно такая сосулька, она прорастает, если внутри нашей груди должна быть энергетическая пустота. Почему пустота? Потому что это клетка для нашей души. И в этой пустоте, в клетке нашей души, сверху, над душой начинает вырастать сосулька. Это сосулька какая-либо. Это бес проникший. Это энергия какая-то переданная от родных и так далее. Что необходимо сделать? Объясняю. Первое. Представьте, будто вы это чувствуете. Когда вы сами с собой находитесь и не можете найти вот такое ощущение счастья, попытайтесь найти его, где оно находится, сформировать его как сосульку и растопить. Или второй момент. Постарайтесь представить, будто там огонь у вас горит, прямо алый, золотой, такой, как будто это солнце. И представьте, сверху, прямо вот здесь находятся сосульки, которые от этого солнца начинают вытапливаться. И вот такой несложный метод выполнить несложно, но сделав один раз, на второй день вы начнете улыбаться, когда вы будете находиться сами с собой, самими собими. Это уникальная такая методика, она очень проста в использовании. Вернемся к солнцу. Знаете, мы являемся солнцем для внешнего мира. Солнце внешнего мира является для нас божественной энергией. Понимание того, что все равно, несмотря ни на что, будет хорошо, что нас Бог любит, это является нашей верой. А внутреннее ощущение того, что вы можете радоваться от того, что видят ваши глаза, от того, что вы вообще присутствуете в этой жизни, дает вам силы и дает силы вашему дереву. Я произвел такой вот интересный, наверное, можно назвать его опыт. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Я, конечно же, отношусь к эзотерике с позиции опыта и выводов. Знаете, это такой подход, он называется научный. И когда начинаешь использовать определенные идеи или определенные системы, техники, эзотерические практики или какие-либо такие системы, то становится очень много понятным, но в случае, если это делать не по наитию, так как мы забываем, а в случае, если ведешь дневники, то есть подходишь к этому по принципу опыта. Один из моих опытов как раз и заключался в том, чтобы объяснить себе некую такую истину, которая бы могла объяснить, почему у человека происходит развитие материального благополучия. И это было одной из ключевых задач. И я могу сказать, что идея, она очень несложна. То есть я имею определенные виды бизнеса, и каждый день получаю определенный доход. Это бизнес, который связан с продажами в магазинах, интернет-бизнесе, сдачей в аренду и так далее. То есть у меня достаточно большое количество бизнеса. Я эзотерикой не занимался ради бизнеса, а бизнесом я занимаюсь давно, а эзотерика – это дополнительный мой бизнес. Поэтому я как бизнесмен могу сказать, что да, действительно, есть такие идеи, и их можно использовать в виде опыта. В чем заключался мой опыт? Я думал, что, допустим, читая мантры, можно увеличить материальное благополучие. Я с этим согласен. Но чтение мантр не создавало быстрые процессы появления материального. Это, скорее всего, длилось на протяжении года. То есть если я начинал читать мантры денег, и на протяжении года я читал ежедневно мантры денег, или коды денег и так далее, и делал это ежедневно на протяжении года, то когда путем опыта я ставил свой доход в начале года, и после этого возвращался к нему в конце года, то можно было отследить четкую динамику роста материальной прибыли, что говорило о том, что данные мантры все же эффективны, и таким образом выбиралась эффективность. Поэтому я для своих учеников ряд мантр в дальнейшем дал. Это самое эффективное. Или из кодов, там, мига, или коды, там, химпра, или хампра, и так далее. Определенные практики, то есть человек может это выполнять, и он однозначно... Но особенность заключается в том, что когда я практикую, то быстрого дохода не получается. И тут становится непонятным, где же механизм. Но одной из идей и задач моих было сделать или проследить вот зачем. Когда ты утром хочешь, чтобы у тебя до вечера был доход больше, или удваивался, или удесетерялся, или усотнивался, во много раз увеличивался, то нужно было найти некий рычаг, который бы помог это сделать. Я начал исследовать данную тенденцию узко, такую колейную или плоскую, пытаясь рассматривать данный вопрос. Хочу напомнить, что я отец большой семьи. Со мной живет сын Слава. Второй сын живет отдельно от меня уже в своей квартире. Со мной живут еще три девочки, это мои три дочки. Со мной живет мама моей жены, моя любимая теща, и моя жена. И мы живем в одном доме. Также у нас есть люди, которые нам помогают. То есть это люди, которые приходят и помогают обучать детей. И это люди, педагоги, или есть еще люди, которые помогают нам по хозяйству, потому что дом у нас большой, есть сад и так далее. И вот что я придумал. Я искал разные варианты. Я пытался найти разные варианты и подходы, которые могли бы объяснить, как работают программы у человека, который стремится удвоить бизнес, утроить бизнес, удесетерить бизнес. И вот что я понял. Оказывается, наша семья это тот элемент солнца, который может повлиять на ваш бизнес во много раз. Каким образом я это все, как это устроено, я не буду сейчас объяснять, но я хочу дать вам совет. Я начал для себя, вывел такую идею. Чем больше на протяжении дня я подумаю об этих людях, хорошо, и при виде их радоваться буду, и скажу им что-то приятное, если я буду удивляться и восхищаться этими людьми, говорить им что-то приятное, в случае, если им плохо, то успокаивать их, гладить, не рычать, не ругаться, не злиться, не обижаться. Если я буду больше внимания уделять детям, одним словом, выделять свои прекрасные эмоции и чувства по отношению к этим людям, независимо от того, как они себя ведут, какие они ошибки создают и так далее. То есть тот момент, когда мог бы найти какие-нибудь претензии, я их отбрасываю, говорю, мне это не касается, и начал больше говорить о том, какие они прекрасные, о том, какие они хорошие, о том, что нужно поддержать и так далее. Больше с детьми, больше детям комплиментов, больше там близким, всем, кто находится под одной крышей. И оно начало работать. То, о чем я говорил, оно начало работать. Такая вот история интересная есть в моей жизни. У меня есть друг, он живет не в Киеве. И он был очень обеспеченным человеком, именно был. Все в его жизни удавалось, много возможностей, стал мэром города, у него появилась, ну, уже супруга была. С супругой родился ребенок. Они построили дом, с ними приехала его мама, начала жить ее, отец отдельно. И вот они начали жить все в одном доме. Мама специфический человек, она не русской национальности. И у мамы, как бы, свое мнение. Его жена при этом, она старалась максимально сделать все для того, чтобы в доме, который они совместно построили, был построен еще один дом в другом месте для мамы. То есть она категорически не хотела жить с мамой, а он категорически хотел свою маму. И хотел с ней жить всегда, потому что мама помогала выращивать ребенка, мама была всегда рядом с ним, он всю жизнь был к маме близок и так далее. Но мама с возрастом ухудшился характер, стала вредной и так далее. И у этого человека, когда они построили свой дом, когда построили дом маме, то до этого момента у них был огромный бизнес в виде отеля, ресторана, в виде большого количества еще дополнительных видов бизнеса. Он был на хорошем счету в своем городе, уже даже не будучи мэром, имел большое количество возможностей там всевозможных. Но в тот момент, когда жена все-таки достала эту маму и убедила маму, чтобы мама переехала и начала жить отдельно от этого мужчину, а жена начала постоянно говорить этому мужчине о том, что с мамой не нужно, мама вредна, зачем тебе надо, там больше давай на мою семью. Угадайте, что произошло. У этого человека исчезла работа. Он закрыл свой бизнес отельный, ресторанный, у него везде все поотрезало и все. И осталось, и он сейчас, что бы он ни делал, у него не получается. Нельзя сказать, что у него не денег, они у него есть. Но он не может ничего придумать. Раньше я знал этого человека много лет. Было так, щелчком пальца он организовывал, все вокруг ладилось, все вокруг собирались. У него постоянно было движение. Сейчас при огромном глобальном количестве знакомых, друзей, связей у него ничего не получается. У него ничего не получается, как будто не заточено на то, чтобы, у него есть сбережения, он может на них прожить всю жизнь, но у него не заточено на то, чтобы что-то создавать. Вот он себе придумал, но у него не получается. Даже до партнерства, он говорит, давай дом построим. Я говорю, с тобой буду, потому что ты мой друг. И доходит вот до момента уже, он говорит, да я пока еще решил не торопиться и так далее. То есть вот так это все происходит. Если бы это я занимался, то я бы построил. А так у нас, с чем это связано? Если вы хотите, чтобы мужчина, если вы хотите, чтобы мужчина не был ленивым, если вы не хотите, чтобы мужчина, чтобы у мужчины ничего не получалось, вернее, если вы хотите, чтобы у мужчины все в жизни получалось, и вы женщина, обожайте его маму. обожайте ему об этом говорите и поддерживайте и говорите самое лучшее самое хорошее ради своего мужа это и есть то то родовая карма или то родовое проклятие которое все отрезает я знаю вы сейчас скажете да это все там это послушайте послушайте эзотерика с огромным стажем я не говорю глупости я сто процентов понимаю чем я говорю аналогично происходит так когда муж начинает ненавидеть свекруху точно так же жена становится первое лениво если не ленивый то в бизнесе не получается на работу не может устроиться нигде очень тёща плохая тёща плохая тёщи говорят тёща нудная тёща вредная тёща на нее все раздражается и так далее все перед тобой находится жена у этой жены не будет почему мама это благословение сына а тёща это благословение невестки и поэтому к ним нужно невероятно хорошо относиться невероятно хваля тёщу хваля свекруху вы фактически делаете все для того чтобы жизнь этих людей было которые рядом с вами прекрасной обожайте этих людей и делайте все чтобы максимально хвалить их говорить им комплименты и делать их жизнь счастливой вы есть солнце для этого дерева и она корни самое важное нет корней все дерево гниет поэтому отношение к своим корнем которыми являются самые старшие люди это является самым-самым важным компонентом относитесь очень хорошо очень тепло очень радостно с огромным уважением любя тем людям которые рядом с вами живут даже если они там быть вы считаете самое плохое что может сделать человек придумать себе историю я придумываю себе историю там тёща делает она подливает вместе с сестрой и так далее флаг им в руки пусть льют а вы их любите хотите богатство хотите успеха хотите чтобы муж был не ленивый не обращайте на это никакого внимания льют это вам там кто-то рассказал вот таким образом а если мужчина ненавидит свою тёщу то рядом с ним женщина которая называется его жена не будет его возбуждать он со временем перестанет видеть ее красоту поэтому больше уважения к женам больше уважения к мужьям больше любви к этим людям а самое важное удивляйтесь их поступками радуйтесь этим поступком наслаждайтесь тем что эти люди рядом с вами говорите им комплименты как у а куджа вы было помните вот сейчас будут найти праздники что я хочу пожелать вам вот этого потому что это как раз то что является задатком вашего года задатком вашей жизни не ругайтесь сыном вот говорит женщина мой сын не может устроиться на работу вы его грызете да угадайте почему он не может устроиться на работу почему попросите вашего сына которого вы грызете чтобы он вам каждый день звонил и говорил 10 приятных слов вам вот если ваш сын каждый день будет вам звонить и будет говорить мама ты мое самое любимое существо мама я обожаю твои руки я обожаю тебя ты красивая ты такая добрая ты мне всегда помогаешь ты моя любимочка ты моя любимая ты мое счастье от и мое солнышко вот пусть текст просто напишет и вам звонит и читает напишите ему текст передайте пусть он вам звонит и говорит каждый день это две минуты вот делаете так 10 дней даже если он не любит вредничает и так далее делает так 10 дней произносит вам эти слова вы его при этом эти 10 дней не грызете он найдет очень хорошую работу все вот вам и вся карма то начинаете вечно строить какие-то иллюзорные миры и вот это не так это так это там подлили это не то все банально вообще все банально сын говорит маме приятная у сына будет работа мама грызет своего сына не будет жизни этому ребенку частое явление в жизни появляется частое явление происходит так у мамы есть претензии и вот у меня есть еще много таких примеров и один из примеров это женщина у которой двое сыновей и эта женщина она постоянно имела претензий к сыну своему то есть она ему как звонит то все время и вот это не так и это не так и так не так но сделал бы так сделал бы тогда что это так но что у тебя вечно не так ты какой-то вообще какой-то вообще и и так и так и вот каждую субботу она звонит и ему это рассказывает он на устроиться на работу неделю поработает уходит итог какой плохой не любит она его любит но то что она его грызет делает все для того чтобы у него вот эта потенция смотрите мама влияет на третью чакру вашей дочери вот смотрите есть мама и дочка вы дочери что-то плохое говорите влияете на ее третью чакру а 3 чакра это что 3 чакра это ее решительность отвага бесстрашие влияете появляются страхи и так далее сейчас у некоторых людей связи с тем что происходит у нас 200 ракет от 200 ракет прилетела у нас в украину и мы ночью сегодня слышали эти взрывы это ужасно вообще что там в головах этих людей непонятно пусть уже перевернуться и вывернуться наизнанку знаете те кто делает вот такой отправляя ракеты которые попадают в дома и в роддома и и так далее не знают чего освобождать от младенцев украинцев собираются не знаю что там вообще происходит но вернемся все-таки к теме к чему я это все говорю многие начинают думать что же делать нужно срочно уезжать нужно срочно там к чему-то куда-то бежать и так далее я хочу вам сказать еще раз эзотерическую идею она заключается вот в чем первое если вы не можете придумать и принять решение нужно выжать не нужно что вам делать и что не делать сделайте так разождите костер сядьте возле него или стойте и просто в него смотрите в этот костер также перед сном представляя будто в груди с закрытыми глазами вы видите костер задайте вопросы скажите что мне делать уезжать или оставаться второе работайте не над тем чтобы попадаться на чьи-то манипуляции мужчина женщиной может думать вот я беру на себя ответственность а его жена каждый день поехали куда-нибудь 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 а денег нет а возможности нет а языка никто не знает поехали не очень правильно и очень часто когда у человека появляется такой тормоз он категорически говорит да я хочу его туда хочу и туда но не хочет внутри то лучше не нужно никуда потому что душа которая находится у нас в груди она слабенько но подает сигналы эти сигналы более важны но мозг наш заряженный эмоциями заряжены чужим огнем таким он не может создать для нас правильные мотивы и не может подсказать как нам жить и что нам делать почему огонь дело в том что наша душа находится у нас груди а когда человек смотрит на огонь то сознание успокаивается а душа наполняется и в ней появляется больше энергии вообще хочу сказать своими словами раньше они говорил уже на самом деле все равно где человек живет случае если у него в душе счастья и радости нет том везде будет несчастным везде при любых условиях то есть хоть богатый хоть бедный хоть голый хоть одеты не имеет значения если вот здесь все плохо то нигде хорошо не будет почему такое происходит наверное вот хотелось бы еще на этот вопрос ответить что что происходит война и так далее ну знаете в библии когда-то было сказано о том что бог он проверяет людей на прочность а что хочет от бог от людей бог от людей хочет чтобы они испытывали радость и испытывали счастье от того что они живут помните испытывай благодарность а почему благодарность за что подарите нам а благодари бога но смотрите благодари бога это следствие а что должно создать у человека чувство при котором можно отблагодарить это чувство настроенное получение радости просто когда ты просто так благодаришь это просто обычные слова а когда ты это делаешь потому что ты испытал что-то то это уже благодарность за что-то тогда это посвящение хороших моментов высшим силам а так обычно человек просто ой спасибо тебе ой спасибо тебе goes так а что спасибо господи где предварительное ощущение счастья которая возникла за который ты облагодарил его нет тогда не надо говорит спасибо господи Тогда не надо говорить «благодарю Господи», если ничего не произошло. За что благодарю? За то, что ты страдаешь, благодаришь. Тогда это ты не Господа благодаришь. И вот что происходит, когда происходит война. Когда происходит война, человек должен найти в себе качество, оставаться добрым и радоваться тому, что происходит. Почему? Потому что это и есть радость, которую испытывает человек в своей жизни. Это и есть благодарность Богу. Можно не произносить, но можно знать. Это и есть благодарность Богу. Понимаете, на что людей проверяют? На благодарность. Тогда нужно благодарить, а просто так благодарить нельзя. Надо благодарить за что-то. А за что? За то, что что-то прекрасное происходит. Но прекрасное, что может происходить, не обязательно событие. Это ваш настрой может быть. Вы можете просто что-то видеть и радоваться. Это знаете, как одни видят пыль, одни видят красивые картины, другие на картинах пыль. И там кто-то скажет много пыли в красивом музее, кто-то скажет наоборот красивые картины. Так и человек для себя выбирает. Выбирайте это, делайте это, находите это в себе. Спалите эти сосульки, отломайте их и выбросьте. Пусть в вашей жизни вновь появится радость, душевная радость. Все равно, где живешь. Если душевной радости нет, счастья не будет нигде. Великий привет вам, учитель. Дуже часто помечаю, как моя кохана людина холодно до меня относится. И вы при чем? Хоча я следую вашим порадам и вказовкам. Как это изменится, или важно, может это не моя людина. Спасибо за ответ. Когда человек находится в спальне, он должен знать святой элемент жизни. Святой элемент жизни заключается вот в чем. Когда человек находится в спальне, кто-то один, и второй заходит в этот момент в спальню, то в тот момент, когда этот человек прикасается к кровати, или находится на кровати, или возле кровати, там, где хоть когда-то происходила близость. Это место маркируется, условно оно называется плюс вашей семьи. Этот плюс может стать плюсом, а может стать минусом. В тот момент, когда вы заходите в себе в спальню, или это диван, на котором вы просто живете, если это однокомнатная квартира, его задвигаете, вы должны знать, что это место святое. И это место святое, оно очень индексирует ваши отношения. Что необходимо делать? Если вы лежите на диване, и ваш муж зашел в спальню, вы должны сказать ему множество комплиментов. Сказать, ой, какой ты молодец, ой, какой ты красивый. Что делают люди, когда заходят в спальню и говорят, как мы устали, как мы устали, что они хотят? Что хочет человек, который плохо относится? Он хочет тепла, он хочет любви, он хочет доверия. Он хочет тепла, любви и доверия. Но он не может доверять, почему? Претензии, потому что есть. Не до конца понимает, что вам можно доверить. Боится, что можно довериться. Понимаете, доверие очень важно. А что нужно сделать? Расположить человека. Я когда-то видел видео такое, один мальчик говорит, вот вы сейчас можете проверить свою женщину. Если она с вами не занимается сексом на протяжении одного месяца и ничего не хочет, это говорит о том, что она вас не любит. А это еще что такое? Боже, как это тупо. Секс это праздник. И к этому так и нужно относиться. Каким образом? Вот я, допустим, лежу в спальне и приходит моя жена или сижу на диване, и моя жена проходит мимо, я говорю, ай, какая ты красивая, и такие пальчики, иди ко мне на коленки, такое чудо. И ты моя ласточка, и ты моя... А если я там захожу и ее вижу, говорю, ой, какая ты красивая, устала, наверное, какие у тебя там волосики, ногти, какой был день, ты так хорошо все делаешь, у тебя все получится и так далее. Ну, понимаете, то есть у нее появляется желание. Всегда. Почему у человека появляется желание? Это праздник. А праздник, он с чего начинается? С салютов. А нет, салюты с чего начинаются? С поджигания. Тогда что может быть поджиганием? Да хорошее расположение к человеку. Это только животные, знаете, они могут совокупляться. А люди, им надо сначала зажечь вот здесь, чтобы здесь было. У женщины там находится котел такой с двумя грудями. Знаете, ей зажечь нужно сначала. Зажечь не утром, а рядом с тем местом, где плюс может гореть огненным. А что происходит обычно у людей? Да это не претензии, это констатация некоторых фактов, которые происходят. Происходит вот что. Даже не знаю, что там может происходить. Выяснение обстоятельств. Они могут быть связаны с тем, что там ко мне плохо относишься, со мной не спишь там, или там почему у нас нет денег, или да ты мне надоел, и там от тебя воняет и так далее. Все это можно пережить. Но это все травмирует человека. И самое важное, там теряется то, что называется доверие. Просыпаясь и засыпая, каждый день говорите, несмотря ни на что, я доверяю этому человеку абсолютно и обожаю его. И старайтесь максимально доверять тому человеку, с которым вы живете. А в случае, если он плохо относится, тогда ему нужно больше тепла. Такому человеку необходимо больше, больше тепла. Больше тепла это больше гладить, больше там теплее относиться. У меня была одна подружка, она была из... Она была из Мелитополя. И она мне говорит, Андрей Андреевич от меня муж ушел, я не знаю, как с этим справиться, что делать и так далее. Поможете? Я говорю, ну постараюсь помочь. А ушел он к другой женщине. И после этого она говорит, этот муж ушел от меня. А потом говорит, не вернется уже, сто процентов. Почему? Потому что он ушел от меня. И та женщина, к которой он ушел, она больше меня зарабатывает. То есть, триггер стал установлен. Или он нашел свою установку. Нельзя считать, что вас кто-то любит за что-то. Это самая большая и глупая идея. Человека можно любить и просто так. То есть, в тот момент, когда человек говорит, меня можно любить, потому что я там хорошо зарабатываю, у меня есть имущество, у меня есть свой бизнес. И вы это продвигаете, то у человека появляется в дальнейшем сопротивление и путь души к свободе. То есть, он хочет вырваться из этих лап. То есть, ему говорят, вот ты там, а я хорошо зарабатываю, да что ты сможешь и так далее. Он потом, самый простой метод, это изменить одну женщину на другую, которой больше доход. Это несложно сделать. Нужно любить просто так. Просто так. Потому что основные проблемы как раз и возникают в тот момент, когда там в самом начале была, может быть, ложь. Потому что любить просто за красоту, все состаримся. А вот когда любишь за то, что этот человек, часть твоей жизни, за то, что этот человек, ну он же постоянно с тобой рядом. Не обязательно любить человека за красоту. Не обязательно человека любить за интим. Потому что со временем интима не хочется. Со временем красота увядает. Можно любить человека, потому что он просто часть вашей жизни. За что мы любим детей, тире? Ни за что. Тогда за что мы их любим? За то, что они часть нашей жизни. Точно так же принимая человека в свою жизнь, мы его любим. За что? За то, что он часть жизни. А ненавидим за что? А ненавидим за то, что он делает какие-то мелкие ошибки в своей жизни. Скажите, чем отличается глупый человек от умного? Умный человек отличается от глупого тем, что глупец никогда не делает ошибок и повторяет умные идеи умных людей. А умный человек всегда делает ошибки. Почему? Потому что только умный человек учится на ошибках. Знаете такую пословицу? Поэтому если рядом с вами человек совершает ошибки, то это хорошо. Почему? Он умный. Вам повезло. Зорислав Кушнір. Вітаємо на рівні. Дякую вам, Зорислав Кушнір. А я хочу вам сказати, що тут можна підтримати автора Андрія Дуйко. І знизу нажати на кнопочку таку, яка має малюнок долара. І можете мене підтримати. Буду вам дуже вдячен за це. Але якщо не хочете, не потрібно тоді. Валентіна Ерт. С наступаючим Новым Годом і вашу сім'ю. Як помочь внуку? Он болел гистонією, не кончил, средний. Учился на курсах шофьора. Шофьор, красиво написали. І бросил. Не любит компаний. Здоров'я тоже не очень. Родители хороші. Проведіть такий эксперимент, потім мені розкажете. Чем більше ви будете говорити мужчине, в данному случае вашему внуку, о том, какой он молодец, прямо напишите текст, или не можете, напишите в GPT-чате. И будете этот текст произносить каждый день, или через день, или раз в неделю, или два раза в неделю вашему внуку, то он изменится. Вся особенність людей заключається в тому, що вони думають, що рядом с ними роботи. Допустим, родители думають, що рядом с ними существа роботи, що саме важное заработати, саме важное давати, а там він сам по себе пусть развивається. Знаєте, родила кошка котят, пусть тепер живуть, як хочуть. І вот дуже частое явлення таке. Але не стоит забывать, що у мужа і жены є друг друга. У матері і невестки є друг друга. Там у отця є мама, там вони є друг у друга. І часто діти становяться одинокі. У них нету нікого. Нет нікого. І вони одинокі. І вони не потрібні сверстникам, тому що там конкуренція. І вони не потрібні, там, пока не появиться жена. І вот це одиночество, це саме страшне, що відбувається. Чого хочеть рівенок? Він хоче проявлення доброты. Тоді як проявляться? А ми думаємо, проявлення доброты, це ми шмотку купили. Или дали денег, или він там в школу ходить, ми його забираємо. Нет, це не проявлення доброты. Проявлення доброты, це коли ви можете похвалити, коли ви можете рядом понаходиться, коли ви можете поговорити з ребенком, коли ви можете там посмеяться, коли за одним столом можете щось хороше сказати. А коли дети плавно, с которими не общаются, вони становяться дикими, їх выращивает в итоге Маргенштерн с Івлеєвой голой, с таким же дурачком Киркоровым і всіми остальними полу-сатанистами. А не сатанисты на самом деле. Сатанисты. Тільки сатанист може прийти голышом между голыми бегати, знаєте, і робити з цього культуру. Це сатанизм. Одеть на пісюн носок. Це сатанізм в чистому віде, знаєте. Після цього сматреть на це все і говорити, це красиво, це круто, це сатанізм, знаєте. Потім треба було їм на большому алтарі займатися ще інтимом, знаєте, як в сатаністських церквах. Ну і, звісно, їх такі віспитують, знаєте. Кто їх віспитують? Ну так подобне к подобному. Діти такі жі, ненужні своїм родителям, які вот так вот... Це вже лотарея, тому що якщо ніхто ріпінка не віспитує, то це вже лотарея, як повезєт. Один везучий, йому повезєт, можливо, з-за того, що теплеє і доброта душевна є. І такий ріпінок, він не попадє в якогою-то плаху компанію, плаху ситуацію. А є те, які нікому не нужні. І тим, котрим не везєт. І вот такі отторгнуті діти, вони потім... Іх віспитують вот такі люди, Маргенштерни, керкосовы, івлеївы. Це, звісно, печально. Але це ще добре, якщо такі. Тому що буваєт хуже. І що треба робити? С чого починать? Коли такий ріпінок є, є езотерічна практика, я її даю во 2-й ступені, езотерічна школа Кайлас. Кстаті, ви до сих пор не ученики школы Кайлас. Обязательно обучайтесь у мене і становитесь хорошими людьми. Становитесь тем, хто може вправлять своєю жизнью і понимати в мироустройстві. Я її давал, цю практику, нескільки років назад, а іменно ге-то с 2013 року по 15-й. Не знаю, є вона сейчас чи нет. Я говорив так. Так, постарайтесь настроитися на то, що ви видите цього чоловіка, чи ви спомнете, якщо ви мама чи отец, для того, щоб змінити судьбу цього мальчика, і допустимо його в соціумі, постарайтесь настроити між ними чи між собою і ним контакт. Каким образом? Постарайтесь представити, будто цей человек дуже-очень маленький, як будто він только родился, репенок. Вспомнити ваше чувства, які відникали, коли ви виділи цього репенка. Третье. Позвонити йому, і мысленно, коли ви з ним будете розмовляти, ощутити ці чувства. І дуже довгое время ощущайте на протяжі дня ці чувства. Вот такий метод на протяжі одного місяця способен, чи двох місяців, способен тотально змінити судьбу такого репенка. Тотально. Он начнёт к вам хорошо относиться, начнёт там. Как змінити отношення к себе? Ну, два метода є. Первий метод, допустимо, ви, є людина, який на вас обіжається. Представляєте этого человека, який на вас обіжається, представляєте себе маленьким репенком, представляєте, будто він берёт вас на коленки, обнимає, цілує, і говорить вам, ти мій зайчик, ти має хороше, ти має ласточка, ти має куколка. Второй момент, ви обіжаєтесь на кого-то, мысленно представляєте этого человека, садите себе його на ручки, гладите, говорить, ти мій зайчик, ти має куколка, радість має, счастье має, любовь має. Як довго делать? Ти не знаю. Як довго може робити людина? Я не знаю. Ви не може довго за столом сидеть без телефона, не більше 15 секунд. Тогда, ну, сколько делать? Три подхода по 15 секунд. Некоторые из вас, не все. В каком цвете встречать этот Новый год? В черном, белом, желтом, можно вот в фиолетовом тоже. Ирина Баранова, в золотом можно встречать. Доброго времени суток всем участникам вебинара. Всех поздравляю. Понятно. Наталья Филипова. Здрасте, Наталья. Витаємо вас і вашу родину наших батьків, старих братьів з наступаючими святами. Підскажіть, будь ласка, причину моїх вороб та не вдач в постійну. Навіть захист надія. Вся проблема у людей находится здесь. Она находится здесь. Человек должен сказать себе, Господи, я радуюсь тому, что не проверяй мене на крепость моей веры. Я радуюсь этой жизни. Избавь мене от бесов. Избавь мене от хвороб и бесов. Помоги мене в этом. А я буду радоваться. Смотрите, оплата за болезни. Оплата за болезни – радость. Смотрите, оплата за радость. Оплата за радость – болезнь. Хотите, вы уже имеете болезни, да. Но если вы уже имеете болезни, то тогда старайтесь оплатить чем? Радостью выкупить эти болезни. Выкупить эти болезни. А что я сказал наоборот? Дело в том, что очень часто, когда человек недостоин на большее и радуется большему, то у него могут появиться болезни. Почему? Как откуп. Как доказательство достоинства того, что он это заслуживает. Да, так и есть. Что нужно делать, когда у вас все очень хорошо в жизни? Что нужно делать? Радоваться. А что делают люди? Они недостойные тому, что Бог дает. И они что делают? Страдают. Богатые тоже плачут. Это добровольный выбор каждого индивидуального человека. Я понимаю, что это сложно воспринимать. Это сложная такая доктрина. Хотите знать всю доктрину? Пройдите мою первую обновленную ступень. Я там об этом рассказываю. Огромное количество информации. Вы до сих пор что-то ищите и урывками пробуете изучать. Такую сложную науку. И у кого-то там слушать вот это. Знаете, я иногда на это все смотрю, это все слушаю. Это приводит меня в смущение и смятение. Знаете, почему? Ну, это не связано с эзотерикой. То, что люди... Я даже думаю, что скорее всего у них это эзотерика, а у меня эзотериком. Эзотериком. Что такое эзотериком? Эзотериком это, наверное, будет названием нашей системы. То есть мы не эзотерики, мы занимаемся эзотерикомом. А это еще что такое? Эзотериком — это объединение идей, философских взглядов, психологических идей, которые способны объяснить человеку происхождение каких-либо ситуаций в его жизни. И вот эта доктрина эзотерикома является как раз нашей ступени. Это понимание того, в чем причина следствия, понимание того, ради чего живем и для чего живем. И я постарался максимально дать информацию на своей обновленной первой ступени. Сейчас, как раз сегодня, последний день скидки. Обязательно купите и обязательно ее пройдите. Проходите не торопясь. Я обещаю, что в случае, если вы не торопясь пройдете первую ступень, то на многие вопросы у вас очень широко откроются глаза. Наверное, ответил на вопрос. Оксана Максимова. У вас на сайте читала за тарелки вопрос. А даренные чашки-бокалы можно пользоваться? Да. Андрей Андреевич, с уважением, ученица первой ступени от СУ-72. Нашли образование в корне права легкого. Можно помочь? Только удалять. Никак, никак вообще. В очень плохом состоянии надо удалять. Если удалить, жить будет. Если не удалять, все нехорошо. Помогать никак. Вы уже не сможете. Уже процесс развития давно, уже давно это происходит. Оксана Максимова. Так как живу на съемной квартире, в ней уже была посуда, тарелки, вилки. Сегодня купила новые ложки. Ну, правильно. Кушайте. Если человек хочет изменить судьбу, купите себе новые посуду, новые ложки, новые вилки. И ешьте с них, с новым человеком. Так найдете и мужа, и новое имущество к вам придет. Кружки можно дарить? Да можно дарить все, что хотите. Кружки. В этом году хорошо дарить свечи людям. То есть берете свечу, покупаете. В этом году хорошо дарить огонь. Потому что это сатурнянский год, год тьмы. Он закончится в конце мая. А потом идет уже другой год. И он будет посвящен уже не Шанье, а Шиве. А это год огня, год радости, счастья, любви и так далее. То есть то, что произойдет в апреле месяце, нас всех удивит. Но это будет в лучшую сторону. Не надо бояться. Не торопитесь уезжать, кстати. Здравствуйте, Андрей Андреевич, пишет ученица ступени Марина. Подскажите, смогу ли я вылечиться от аллергии? Да, сможете. Аленушка Р. С наступающим. Лучшее. Ого. Где мне сейчас лучше до окончания войны оставаться в Германии, вернуться в Украину или переехать в другую страну? Вернуться в Украину для вас лучше всего. В другую страну не переезжайте уже, если вам нормально в Германии, то там и сидите уже, никуда не едете. Ольга Васильева, с наступающим новым годом. С наступающим. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Ученица третьей ступени. В каком году у меня появятся дети? Ну, в этом году уже точно не появятся. Появятся в ближайшее время. Я думаю, год-два. Но дети идут. Йоу. 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 А, жоу. Йоу. 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 Не знаю, как вы находите такие слова. Много желаний вроде есть благодарно Богу. Но часто поищают сомнения в вере в том числе. А что делать? проходить первую ступень эзотерийской школы кайлас для того чтобы понимать что такое вера нужно четко понимать особенность этой веры сегодня я об этом объяснял то есть человек говорит я благодарен я верю а за что ты благодарен за ни за что тогда ты не проявляешь благодарность я просто так говорю там ой там слава слава богу слава богу слава богу то не надо слава богу если ничего не происходит то не нужно ему слова ваша ему нужно посвящать счастливые моменты жизни случае если они есть вот в этот момент когда вы радуетесь ой слава богу как приятно посвящают а богу а плохое все тем кто с вами делает гадости вот им плохо что у меня плохого ничего нет я бы посвящал там кому-нибудь президенту одной из стран карлику такому маленькому лысому с пластической операции скажите пожалуйста пойдет ли бизнес у меня сельским хозяйством пойдет да приветствую всех участников вебинара хочу поздравить да я понял мои родители выставили дом на продажу продастся нет еще скорее всего нет но правильно ли ну нет неправильно они не задорого продадут эти деньги ни во что уйдут знаете не будет ни дома и родители без дома будут и как-то так совсем все не то здрасте какой памятник установит отцу скажите пожалуйста какой памятник установит отцу на кладбище чтобы помочь ему в дальнейшем перерождении я не знаю памятник не играет никакой роли для перерождения дальнейшего это не имеет значения хоть человека хоронят хоть сжигают это ничего не дает случайно включил и был занят теперь освободился с удовольствием включил тебя профессор почему на ты давайте на вы зачем мне тыкать вы для меня никто знаете я знаю что тыкают если человека ты это очень либо интимно либо это безуважительно зачем тыкать человек не нужно я не профессор я обычный человек лариса мамунова учитель пожалуйста встречать каком свете ответил так надо заканчивать уже тотально стала хвалить маму и стали результаты у него даже не ожидала буду дальше работать над собой вот доказательства эксперимента с наступающими праздниками хорошо я настолько была жизнерадостна еще до того как познакомилась с вашими методами учениями была счастлива имея своего сына он был хороший человек его окружение тоже так считали его убили воры смотрите то что было это что произошло неважно вера она заключается в том чтобы принимать все что дает бог без заговорочно без заговорочно если вы живете значит этим силам нужно чтобы вы жили и радовались без заговорочно хотите вы этого или нет вам все равно придется прожить жизнь от начала и до конца если у вас внутренне страдает то вы будете болеть помните мою концепцию говорил получает жизнь и удовольствие и радуйся этой жизни наслаждайся ей или тебе придут болезни ты начнешь страдать и в дальнейшем твоя жизнь ускорится в сторону дальнейшего страдания увеличивает страдания радость увеличивает радость ждет меня радость стать бабушкой дам скажите бы ласка из эзотеричных бронхита и бронхоспазме одеть на себя розовую футболку представлять будто в вашей груди золотая арахисовая семечка сияющая как будто ее как будто ее на костре разожгли поздравляю вас с новым годом лучшие пожелания чем заниматься моему сыну не отвечая на эти вопросы мама сейчас больницы можно как помочь эзотерические представьте будто вы на нее кладете руки свои и представляете будто вы ее очень сильно любите и делаете так уж ты мой зайчик уж ты мой зайчик и вот этим теплом энергетическим сможете ее вылечить добрый вечер андрей что может значит интерес камню малахиту и хризо празу наверное хризо коли хризо празу и березы спасибо дорогой учитель синие камни это камни целителя любые 7 синие камни делают человека целителям а также синие камни отвечают на вопрос прошла две ступени бесплатная хочу пройти полной версии проходите станет ли мой муж миллиардером нет могу ли я выйти замуж конечно убили моего сына уже ответил андрей андреевич мой бывший муж сергей жив пока жив скорее всего так и будет ну что надеюсь такой вот получился монолог без ответа в особо на вопросы но я надеюсь вам было интересно еще раз хочу вам посоветовать да не посоветовать а пожелать пожелать избавиться от внутренних сосулек помочь себе и своим близким восхищайтесь ими и словами была так у джавы давайте говорить друг другу комплименты и ценить и любить хорошие моменты и давайте обнимать друг друга целовать друг друга думать друг о друге не накручивать себя откладывайте телефоны свои старайтесь чтобы в вашей жизни появлялись не только деструктивная негативная информация чтобы там появлялись лучи света лучи любви лучи внутренней доброты говорите периодически господь не давай мне испытаний вера моя в тебя крепко избавь меня от искушений и зла также говорите мир находится даже не так и так также говорите это есть семинара такого беру говорите я вечно блажен и рад отчасти мирского господь не отвечаю я за грехи не родители не иных людей и это и является тем элементом который способен отключить от человека любые порчи и страдания и даже болезни пусть этот свет найдется в вас и пусть он вам этот свет помогает свет доброты радости любви свет саморазвития нашей эзотерической школы кайлас и просто обычного человеческого милосердия о которой говорили всегда и все милосердие это любить милосердие это обожать милосердие это заботиться безвозмездно любить это и есть милосердие иисус милосердно любил близких и он их не предавал именно поэтому в церкви очень часто говорят о милосердии к людям почему он говорил не надо никого убивать почему он был милосердным поэтому те страны которые милосердны и они не должны никого убивать убийство идет в разрез всем абсолютно эзотерическим религиозным обществом плохо убивать в христианстве если на человека нападают то нужно защищаться а если человек напал то что необходимо делать защищаться пусть это уже закончится до апреля месяца пусть будет так а мы будем вечно блажен и от сердца нашего которая будет создавать нам благое счастье от всего мирского что мы видим и пусть это защитит нас и не уподобит нас в тех людей которые отвечают за греки иных людей наши грехи они наши и мы не отвечаем за грехи других людей так что будет счастье и большое спасибо вам за участие обязательно поставьте плюсики лайки и в конце комментарий по данным видео еще раз желаю вам прекрасного 2024 года так и не послу так я и не услышал вопрос андрей андреевич дайте свои предсказания по поводу следующего 2024 года они были у меня готовы ну значит нам это не нужно и это хорошо тогда до свидания